Уважаемые друзья, тема нашей сегодняшней беседы – «Горючие, полезные ископаемые». И мы эту тему с вами рассмотрим в Музее землеведения Московского государственного университета. Наш Музей землеведения – это комплексный музей наук о жизни и земле. И он располагается в главном здании, занимает самые верхние семь этажей. Сейчас мы с вами располагаемся на экспозиции 25 этажа природной зональности. И не случайно мы начинаем нашу беседу именно здесь, рядом с болотами, с разновидностями болота. Потому что одно из полезных ископаемых, возобновимых, хотя и медленно возобновимых – это торф. Итак, при сжигании полезных ископаемых, в основном это пять видов, образуется энергия на тепловых электростанциях. Что же это за пять источников получения энергии, пять видов топлива, которые сжигаем? Это горючие сланцы, торф, бурый уголь, каменный уголь, нефть и газ. Они значительно различаются. Почему в начале XX века использовался в основном каменный уголь, торф, дрова, а в середине XX века мы перешли преимущественно на сжигание газа и нефтепродуктов? В этом есть причина. Давайте посмотрим на свойства каждого из этих полезных ископаемых. Итак, начнем с торфа и торфообразования. Мы сейчас находимся с вами у макета, который иллюстрирует нам верховое болото. Если есть верховое болото, значит, есть и незимное болото. Особенности мы посмотрим чуть ниже. Что же образуется и что такое торф? Торф – это продукт неразложившихся органических остатков растительного происхождения, заболоченный ими, образующийся в болотах при большом количестве влаги, недостаточном количестве кислорода. Сначала образуется торфяная почва, торфоперегнойная почва с большим количеством неоднородного материала, очень сильно насыщенная водой. В дальнейшем, чуть с большей глубины, остатки разлагаются гораздо лучше. Но если мы высушим такую территорию, только тогда мы сможем создать искусственно, конечно, брикет, торфа-брикет, который тоже представлен на нашем макете. Итак, более подробно. Как же образуется торф? Он может образовываться и на верховом болоте, и на низинном. Сначала о верховом болоте. Перед нами макет верхового болота. Что оно представляет из себя? Верховое, значит, получающее питание за счет атмосферных осадков, избыточного увлажнения. Мы с вами видим своеобразные кочки гряды, состоящие из, в основном, мха сфагнума. Но здесь мы можем видеть и даже подрост сосны, и различные кустарники, небольшое количество осок. Как правило, верховое болото, оно проходимое. На нем произрастают ягоды, та же самая клюква, и здесь ее можно собирать. Основная масса, верхняя масса, не разложившаяся сфагнум, сфагновый мох, в дальнейшем, если мы можем смотреть на глубину более 50 сантиметров, эта масса постепенно разрушается, но разрушается не полностью. Торф образуется достаточно медленно, чтобы образовалась метровая толща торфа, она может уже с глубины метра и двух образовываться, необходимо тысячу лет. Это гораздо меньше, чем количество времени, необходимое для образования бурого угля, каменного угля, тем более нефти. Перед нами был макет верхового болота. Сейчас мы с вами перейдем и рассмотрим макет низинного болота и отличие его от верхового. Естественно, что торф, образующийся в низинном болоте, отличается по своим свойствам от верхового. Перед нами макет низинного болота. Своё название низинное болото получили по источнику питания. Это грунтовые воды. Мы с вами видим, что это очень сильно заболоченные территории, состоящие из отдельных кочек. Тип растительности в основном это осоки здесь произрастает. Можно встретить отдельные виды пушицы, даже незабудки болотной, но это очень большая редкость. Низинное болото, труднопроходимое, практически непроходимое болото. Но и формироваться может торф здесь в основном осоковой природы. Совершенно, допустим, с другой зольностью, немножко более кислой. И с другим количеством, просто другое качество органического вещества. Низинные болота тоже разрабатываются для торфяной разработки, для брикетирования, для сжигания торфа. Но главное, торф — это не только топливо. Торф — это очень ценный агрогрунт, который используется в сельском хозяйстве как удобрение, как источник органического вещества. Но надо не забывать, что он достаточно кислый. Поэтому его использовать на подзолистых почвах, дерновых подзолистых почвах, надо продуманно. Одновременно он может подкислять среду. И тогда произрастание растений будет ограничиваться этим фактором. Итак, перейдем с вами к другому виду топлива. Следующий после торфа у нас — бурый уголь. Следующий вид горючего полезного ископаемого после торфа — это бурый уголь. Я стою у стенда, представляющий образование углей. Обратимся к схеме последовательности образования горючих полезных ископаемых, а именно образования углей. Самая первая стадия — торф. Из торфа может образоваться бурый уголь. Здесь процессы разложения органических остатков прошли наиболее глубоко, но не окончательно. А следующий — это каменный уголь после бурого угля. Здесь уже практически полностью произошло разложение растительных остатков. По химическому составу, по содержанию углерода, бурый уголь и каменный уголь различаются. Даже по содержанию углерода в каменном угле можно выделить 7 его разновидностей. Наиболее полные процессы, произошедшие на разложении — это в седьмой градации уголь, который называется антрацит. Давайте рассмотрим, чем же отличаются по внешнему виду эти разновидности углей. У меня в руках образец торфа. Мы можем с вами видеть неоднородность. Он достаточно легкий, буроватого цвета. Мы здесь видим практически, что растительные остатки разложились на максимум процентов, на 50. Это торф. Сейчас я взяла образец бурого угля. Бурый уголь — это вторая стадия, метаморфизованная после торфа. Бурый уголь у нас имеет окраску буровато-темного-черного цвета, но практически отсутствует блеск. Бурый уголь содержит достаточное количество влаги. Если мы его долго оставим на воздухе, то он может рассыпаться и превратиться практически в пыль. Но бурые угли хорошо горят, много летучих соединений, но по выходу тепла они значительно уступают каменным углям. Отличие между бурым и каменным углем состоит именно в этих свойствах. Если мы возьмем образец бурого угля и возьмем необожженную керамику, то полоска, которую мы прочертим, будет не черного цвета, а буровато-коричневая, лишь с оттенком черного. У меня в руках образец каменного угля из Кемеровского угольного бассейна, привезенный из Кузбасса, где он добывается преимущественно открытым способом. По плотности каменный уголь значительно плотнее, чем бурый уголь. Его отличает еще и яркий блеск. Каменный уголь — это продукт полного разложения растительных остатков. Самый лучший сорт каменного угля называется антрацит. Во-первых, там содержание углерода достигает 95%. И этот уголь при сгорании дает наибольшее количество тепла. Черта, проведенная каменным углем, абсолютно имеет черный цвет, без оттенка серого или бурого цвета. Рассмотрим в сравнении некоторые свойства бурых и каменных углей. Первое их отличие по содержанию углерода. Если в бурых углях содержание углерода от 55%, максимум 75%, 79%, то в каменных углях содержание углерода значительно больше. В антраците доходит до 95-96%. В бурых углях значительно больше летучих соединений. В каменных углях их значительно меньше, а в антраците они практически отсутствуют. Различие бурых и каменных углей также проявляется в количестве тепла, выделяемого при сжигании, которое здесь у нас представлено в килокалориях на килограмм. Если при сжигании одного килограмма бурого угля, в данном случае Днепровского бассейна, выделяется около 6000 килокалорий, то при сжигании каменных углей от 7500 до 8500 и даже 9000 килокалорий. Это очень важная хозяйственная характеристика использования этого вида топлива. Перед нами карта угольных провинций нашей страны. Мы можем видеть, насколько богата запасами угля наша страна. На данной карте бурые угли представлены зеленым цветом, основные бассейны, а каменные угли обозначены розовым и оранжевым цветом. Мы можем видеть наиболее большой бассейн борых углей, который называется Подмосковный бассейн, но практически он захватывает и даже северную часть Тверской области, и проходит южнее Москвы, Тульская, Рязанская области. Бурые угли у нас встречаются на Урале, и большое их количество разведной запасы, но еще недобываемые – это юг республики Якутия. Каменные угли. У нас несколько крупных бассейнов. Это Воркутинский бассейн, Печорский бассейн. Печорский бассейн с центром Воркута. Здесь, пожалуй, шахтный способ добычи, закрытый способ добычи. Самая большая глубина шахт, которая у нас встречается, примерно 1200 метров. Большая часть углей в нашей стране добываются открытым способом. Примерно две трети добываются углей открытым способом. Это карьеры, так называемые угольные разрезы. Когда уголь залегает пластами примерно на глубине 100 и чуть более метров, тогда считается выгодна добыча открытым способом. Открытый и закрытый способ добычи угля наносит ущерб окружающей среде. При закрытом способе добычи наверх поднимаются большие рудов с крышной породы, терриконы. При открытом способе добычи практически образуется большой карьер, угольный карьер, который необходимо также рекультивировать после окончания разработки угля. Чаще всего это происходит методом затопления. Образование нефти происходило 50-350 миллионов лет назад. Образование происходило на глубине, в осадочных породах. Чаще всего происхождение нефти имеет сопропелевый характер. Это водосли, осадившиеся на морском дне и закрытые толщей, большой толщей осадочных пород и потолщей воды. Образование шло при увеличении температур. Как же в дальнейшем? Нефть может залегать сейчас не на таких глубинах. Она становится подвижной, эмигрирует и скапливается в так называемых ловушках. Как выглядит себя в музее, мы можем продемонстрировать на схемах. Чаще всего нефть залегает в песчаниках, в осадочных породах и в песке. Мы поднимаем и видим, что сверху и снизу нефтяная ловушка имеется с подстилающей породой в виде песчаника. Но подстилающая порода, не только песчаник, могут быть точно так же и известняки. Голубым цветом обозначены здесь известняки. Известняки снизу и сверху песчаная порода. Нефть не только горючее полезное ископаемое, но и очень ценное химическое сырье. Это сырье для химической промышленности. Из нефти изготавливаются лекарства, краски, пластмассы, синтетические ткани, мыло, но и многие другие вещи. Поэтому нефть для нас очень и очень важна. Наибольшие запасы нефти для территории России, конечно же, в Западном Сибири. Это самый большой нефтегазоносный бассейн в нашей стране. Но первый бассейн, который стали использовать, это конец 19-го, начало 20-го века, это, конечно же, Каспийский бассейн. Но и мы еще используем в настоящее время достаточно интенсивно. Это Волжско-Уральский бассейн, часть Южного Урала, это, конечно, Оренбург, Оренбургская область. Сейчас очень часто мы слышим термины «сланцевая нефть», «сланцевый газ», и интенсивно начинается их добыча. Но мы забываем об очень важном горючем полезном ископаемое, которое просто называется «сланц». И до середины 20-го века в нашей стране горючие сланцы добывались и использовались. Что же это такое? Горючий сланец – это осадочная порода, относящаяся к ауста-биолитам. Она неоднородная. Сланец – это, скорее всего, структура, форма. У меня сейчас в руках глинистый сланец, метаморфизованный, и мы видим с вами такие пластиночки. Это не горючий сланец, он не обладает горючими свойствами, но мы очень хорошо на нем можем видеть сланцеватую структуру. Что же из себя представляет горючий сланец по своему составу? Практически на 70%, иногда на 80% – это минеральная часть. И в минеральной части она может быть сложена и известняками, и кварцитом, и даже кальцием. И лишь 10%, максимум 30% – это органическое вещество или кероген, который горит. При сухой перегонке органическое вещество образует горючие смолы, бетумизированные по своим свойствам, близкие к нефти. Вот что и дало название «горючий сланец». Давайте посмотрим на карту мира, где у нас основные запасы горючих сланцев мира. И на карте мы с вами видим, что в первую очередь наиболее большие запасы – это восточные побережья Соединенных Штатов и вообще на североамериканском континенте. Но отдельные месторождения встречаются и в Южной Америке, на европейской части, и в том числе в Европе, и в европейской части нашей страны. В нашем музее представлен промышленный разрез горючих сланцев, которые добыты в Ленинградской области и добывали их в 50-х годах XX века. Мы с вами можем видеть, что это прослоечки известняка, бетумизированные известняка вместе с горючим сланцем. Почему же практически не добывается сейчас такой горючий сланец? Из-за его достаточно сложного использования, из-за большого количества отхода, который образуется. И горючий сланец при сжигании дает всего лишь полторы тысячи килокалорий тепла. Это столько же, сколько торф, и намного, в три раза меньше, чем бурый уголь, каменный уголь, и уж практически в 10 раз меньше, чем нефтепродукты при сгорании. Поэтому невыгодно использовать сейчас в современной технологии, не предусматривает использование горючих сланцев. Другое дело, сланцевая нефть и сланцевый газ. Но для этого содержание керогена, органического вещества, должно быть более значительным. Конечно же, более 30% в этих пластах. И добыча ее сопряжена с определенными условиями. Чаще всего это использование гидроразрывов и горизонтальное бурение. Но за этим будущее. Подведем итог нашей сегодняшней беседы о горючих полезных ископаемых. Мы теперь с вами знаем, что разные виды топлива дают различное количество килокалорий при сгорании. Поэтому экономически более выгодно использовать нефть и газ. У всех у них различные природообразования. Чаще всего и вся эта природа органического происхождения. Давайте рассмотрим, как же образовывались или революционировали в целом горючие полезные ископаемые. Образование горючих полезных ископаемых могло происходить как в водной среде, так и на суше. В водной среде в основном происхождение сопропелевое. Сопропель – это остатки водорослей. Большинство ученых считают, что таким путем в водной среде в основном преимущественно образовались горючие полезные ископаемые нефтяного ряда. Это нефть и газ из сопропелевого типа происхождения. Но это не значит, что нефть и газ не имеют происхождения на суше, или гумусового типа образования, или смешанного. В середине XX века в нашей стране некоторые ученые придерживались теории неорганического происхождения нефти. На больших глубинах углерод соединялся с водородом и образовывались углеводороды. Но эта теория не помогла предсказать тех или иных запасов нефти. И еще надо сказать, что люди, занимающиеся добычей, транспортировкой нефти, говорят слово не нефть, а нефти. Это такой промышленный сленг, который используется. Следующая группа полезных ископаемых, о которых мы говорили с вами сегодня, это каменный уголь, торф, горючие сланцы. Основной тип их происхождения считается на суше. И они в основном образованы из разложившихся высших растений, а это в первую очередь папорники, голосеменные, хвощи, плоуны. Конечно же, это и бактерии, и микроскопические грибы, и позвоночные, и даже беспозвоночные животные. Все участвовали в образовании органических останков. Таким образом, мы с вами сегодня узнали, что различная степень разложения на различных глубинах, с различной температурой, ведет к образованию того или иного вида горючего полезного ископаемого. Одновременно от этого зависит и количество килокалорий, которые может выделять это горючее ископаемое при сгорании. Другими словами, мы можем сказать, что энергия Солнца, запасенная в биомассе, фито, в зоомассе, она преобразована и накоплена в виде органического углерода, который мы с вами сжигаем. А при сжигании угля, и при сжигании не только угля, а любого полезного ископаемого, образуются самые различные отходы. Наиболее грязным видом топлива, конечно, считается торф, бурый уголь, в котором много примесей, достаточно большое количество образуется золы, дыма, но и это наносит ущерб окружающей среде. Но данную проблему мы рассмотрим в теме загрязнения окружающей среды.